Вопросы организации автомобильного и железнодорожного движения по значимости уступают разве что темам о коронавирусе и уборке наледи с крыш. В каком направлении будет развиваться транспортная доступность в Подмосковье, в прямом эфире областного радио 1 рассказал депутат Госдумы, руководитель молодой гвардии в Московской области Александр Толмачев. Самый молодой представитель Думского комитета по транспорту предлагает начать с малого, с парковок во дворах. Там негде поставить машину, есть ряд проблем, люди ее бросают, уходят, а на сегодняшний день выписать штраф и эвакуировать может быть только органы ГИБДД, больше никто. Мы хотим, чтобы эти полномочия передали региону, для того, чтобы мы могли в дворах навести порядок. Общественный транспорт в пандемию работал ритмично, однако последствия коронавируса коснулись и водителей основного перевозчика в Подмосковье, МОСТ «Трансавто». Сотрудники автоколонна подменяли тех, кто уходил на больничный. Нагрузка на оставшийся персонал достигла предела. Распоряжение губернатора о поднятии зарплаты с марта воодушевило водителей. Они тоже находятся в зоне риска. И я считаю, что сегодня принято такое решение о поднятии зарплаты – это очень правильное решение, которое все долговодители ждали. На сегодняшний день есть необходимость в хороших коллекционных водителях пассажирского транспорта. И мы как раз сейчас работаем тоже с колледжами, которые готовят в том числе и водителей. Подмосковье и столица – единый транспортный регион. Принятая правительством России транспортная стратегия до 2030 года предусматривает создание удобной транспортной системы между мегаполисом и муниципалитетами. Пример тому – малые центральные диаметры. Планируется в рамках нее открытие МЦД также и в Ивантеевке, и в Щелково, и во Фрязино, и в других городских кругах Московской области. Это все позволяет нам как раз жить единой транспортной системой Москвы и Московской области. И перемещаться на высоких скоростях, как говорит губернатор, и без каких-либо проблем. Трудности с движением машин ежедневно возникают на Щелковском шоссе. Новая трасса «Дублер» призвана решить проблему пробок, но проектировщики столкнулись с трудностями. Здесь экологи встали на защиту Лосиного острова, мы тоже разделяем их позиции, поэтому было решение волевое губернатора пересмотреть проектировку уже новой дороги. И на сегодняшний день принимаются там комплексные решения, работают ведомства в том, чтобы сделать как раз проект, который позволит и расширить Щелковское шоссе, и не тронуть при этом заповедную зону. Федеральный проект ЦКАД, по мнению депутата Толмачева, облегчил водителям передвижение. Но ряд региональных трасс, включая Фриановское шоссе, выезд на Новую Кольцевую не имеют, что, по словам депутата, является упущением. Мы должны предусмотреть как раз увеличение количества заездов и съездов ЦКАДа. Это увеличит как раз и количество пользователей данной дороги, и облегчит, и ускорит как раз передвижение на территории Московской области. О развитии транспорта говорят объемы финансирования федеральной программы «Безопасные качественные дороги». В 2021-м на ее реализацию было направлено 278 миллиардов рублей, в этом году – 331. И эти расходы, по словам Александра Толмачева, будут ежегодно увеличиваться. Продолжение следует...